Товарищ гвардии подполковник, 38-я гвардейская бригада управления воздушно-десантных войск в честь открытия пюста Героя Российской Федерации генерал-лейтенанту Кутузову построена. Память Героя России Романа Кутузова увековечили в 38-й гвардейской бригаде управления воздушно-десантными войсками в деревне Медвежьи озера. Более 35 лет генерал-лейтенант посвятил служению Отечеству, большую часть из которых в воздушно-десантных войсках. Начал свой офицерский путь в 1990 году с должности командира взвода. И в последующем Роман Владимирович совершил блестящую военную карьеру. В свои небольшие годы он успел стать и генерал-лейтенантом, и командующим, и героем Российской Федерации, и героем Донецкой Народной Республики. Несомненно, он относится к тем героям, которые будут вечно в памяти. Для Романа Кутузова воздушно-десантные войска были судьбой и смыслом жизни, которые закалили его характер, дали знания и умения, которые он с успехом применял в своей служебной деятельности. За время его командования здесь, на территории воинской части, были построены храм и жилой комплекс. Его главными отличительными чертами всегда были высокий профессионализм, целеустремленность и полная самоотдача, выполнение всех поставленных задач. Роман Владимирович для всех нас является примером, достойным для подражания. В торжественном открытии Бюста приняли участие военнослужащие и представители администрации городского округа Щелково и города Владимир. Генерал-лейтенант с первого дня участвовал в специальной военной операции. Он командовал первым армейским корпусом ДНР. 5 июня 2022 года во время боя за контроль над стратегическим объектом погиб в поселке Николаевка. Президент России Владимир Путин присвоил Роману Кутузову звание Героя Российской Федерации посмертно. Его подвиг, беззаветная преданность воинскому долгу и верность военной присяге будут служить примером для всего личного состава вооруженных сил Российской Федерации. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.